Тим Керби приехал в Иваново, чтобы рассказать студентам Ивановского государственного университета о правде и вымысли в СМИ. Тим считает себя не журналистом, а аналитиком. Будучи ведущим на каналах Russia Today и на Радио Маяк, он является постоянным комментатором значимых событий общественной и политической жизни страны и мира. В России чаще всего мои мнения, чаще всего совпадают с мнением людей в России, поэтому я чувствую себя очень свободно. Если бы мы были в деревне в Саудовской Аравии, может быть, мои отношения к миру были бы противными, нельзя так и говорить. И наоборот, люди из Саудовской Аравии, по-моему, здесь были бы, и даже западные люди, им здесь некомфортно. Поэтому это такой момент, где может быть в России это мое место, потому что мои мнения очень хорошо воспринимаются, и я надеюсь, что это не просто случайно. В течение полутора часов Тим рассуждал на тему, есть ли все-таки правда в СМИ. Он затронул вопросы журналистской необъективности и абсолютной истины. Мы, обычные массы, мы не можем проверять многое, что показывают. И это то, что страшно, потому что эти люди, эти молодые люди, кто пришли ко мне, и они хотят истины. Они хотят, чтобы у них была власть, чтобы они знали, как все есть. И на самом деле, я вам одно рассказываю очень грустно. Мы не знаем. В ходе лекции аналитик так и не дал ответ на вопрос, как найти правду, но поделился советами, как защититься от очевидной лжи. Тим рекомендует быть более тщательным при выборе источников информации и опасаться сомнительных высказываний из благосферы. Однажды была очень популярна на несколько дней в Америке статья, что Путин объявляет войну против Америки и Обамы из-за пчел. Пчел! Я думал, что интересно. Может быть, человек, кто писал это, может быть, он просто такой истерический тип, и он читал что-то, которое правда, и истерика, и писал это. Поэтому я нажал на эту ссылку, такую информацию, на эту ссылку, такую информацию, на эту, глубже-глубже. А есть какая-то оригинальная статья, кавычка, о каком-то блоге, где человек просто говорит, что Путин объявляет войну из-за пчел. И все. После выступления на русского американца обрушился шквал вопросов. Побеседовать с известным журналистом на злободневные темы и узнать его мнение было интересно каждому. Полина Поносицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.